Появление на свет малышей нового поколения берестейцев – достойный подарок для Брещины. Появление в символичный для государства день – День независимости Республики Беларусь. Знаковое и значимое событие. Молодые мамы личному подарку судьбы несказанно рады. И хотя многие еще не успели ощутить счастье материнства, не могут отвести глаз от своих чад. Предвкушают скорейшую выписку и пребывание дома. Каждая из семи мам – пациенток Брестского областного роддома. Довольна тем фактом, что ребенок появился на свет в государственный праздник. Многочисленные слова поздравлений с таким событием в их жизни они принимали от высоких гостей. Эти дети родились в независимой стране, в суверенной стране, которая называется Республика Беларусь. И естественно, то, что они родились в самый главный праздник нашей страны, это еще и очень символично. Я скажу, что это даже и не только символично, а, наверное, и очень почетно, потому что действительно мы можем сегодня гордиться своей страной. Вот белорусы впервые практически в истории обрели суверенитет, независимость, свою страну. И, конечно, здорово, когда мы живем в тихой, спокойной стране. Мы уверены в завтрашнем дне. Конечно, проблем много еще, и не все у нас так гладко. Но, тем не менее, чувствовать себя гражданином нашей страны, я думаю, это высокая честь. Знаковый день в Брестском областном роддоме. Родилось пять мальчиков и две девочки. Представители Брестской областной организации и Республиканского общественного объединения «Белая Русь», как и прежде, не остались безучастными. За много лет они успели поздравить порядка 300 появившихся на свет граждан Беларуси. Сегодня многие из них уже пошли в школу. Поздравляя мам и детей, родившихся в знаменательный день в этом году, гости пожелали новорожденным стать настоящими патриотами в будущем. Очень приятно, что такой день отмечен такими подарками, сюрпризами. Это же останется в памяти на всю жизнь, наверное. Конечно, главный свой подарок я получила, но все равно все очень приятно. Сегодня все чаще женщины задумываются о рождении и второго, и третьего ребенка. Более 50% составляют повторно родящие. Именно поэтому Брестская область по-прежнему на первом месте по рождаемости в стране. В том, что тенденция сохранится, сомневаться не приходится. У нас самая высокая продолжительность жизни в области. На нас вся республика равняется. У нас и самая высокая рождаемость. Поэтому показатели у нас демографические все неплохие. Их надо удержать, конечно, достигнуть. Мы их достигли. Но всегда говорят, забраться на Олимп проще, чем потом удержаться. Поэтому, естественно, это долгосрочная политика. Это политика всей нашей страны, в том числе и Брестской области, по демографической безопасности нашей страны. И, естественно, уже за 25 лет самостоятельной суверенитета страны, в общем-то, вот они уже есть серьезные плоды, скажем, этой работы.